Шалом, дорогие друзья! Итак, после трех недель траура, связанных не только с разрушением первого и второго храма, но и с темой знания и отверженности, следует, что семь недель утешения сегодня у нас. И вот, говоря об изгнании и освобождении, следует помнить главный таламудический принцип. Правильный диагноз – это половина исцеления. Если человек не знает, что он болен, шансы его на исцеление очень малы. Если народ не чувствует, что он болен, и что он в изгнании, ему трудно надеяться на освобождение и на возвращение. Причем наши предки удостоились войти в святую землю, они 40 лет по пустыне скитались. И в нашей недельной главе Экиф, второй из семи недельных глав утешения и посвященных будущему избавлению пустыни, именуется как, давайте вспоминать, «Великой и страшной, где жалят змеи и скорпионы, где жажды нет воды». Вот, все замечательно. Каждое слово этой фразы описывает прелести пустыни, но не так все просто. Итак, давайте разберем, как это делали наши мудрецы. Великая пустыня нашего поколения – это огромное безжизненное пространство современного цивилизованного мира, где, казалось бы, нет места духовности, нет места Торы. Пустыня, она не только в мире, она в душе человека. Осталось так мало святого, превратилось все это в пустыню. И прежде всего, написали мудрецы, надо перестать считать пустыню великой, как написано. Если окружающий мир и события, которые в нем происходят, кажутся нам доминирующими, великими, а духовность второстепенная и ассоциируется еще, знаете, еврейство с местечковостью, то это первый шаг в падении. Затем надо избавиться от страха перед пустыней. Если человек не просто считает внешний мир как бы великим, но и боится его, значит, пустыня уже начинает проникать во внутренний мир человека. Когда человек не видит, что Бог управляет всем, нет, нет никого, кроме Бога одного, значит, пустыня уже внутри нас. Мы должны помнить, что если человек признает над собой власть Творца, уже никто другой не сможет иметь над ним власть. Никакая пустыня, ничего. Следующий рубеж изгнания, вот здесь, это змеи. Яд змеи, он горячий, от него бросает жар. И внешний мир, получается, не просто проникает, но и начинает перекраивать на свой лад, заставляет сердце воспламеняться чужими идолами. А вот яд скорпиона, он холодный. И от него лихорадит, он страшнее. Безразличие и холод самое страшное. Человека горячего, активного, пусть зараженного чужой идеей, идущего не в ту сторону, можно переубедить, направить его жар в нужное русло, но если человек холоден, как лежачий камень, все. И последняя часть в описании ужаса в пустыне в нашей недельной главе. Жаждой нет воды. Что значит, жаждой нет воды? Если жажда, значит, воды нет. Но ничего в Торе случайного не бывает. Вода в водоизме символизирует духовность, Тору. И даже когда в человеке оторван от своих истоков, какая-то просыпается духовная жажда, он запутавший в пустыне может начать искать утешение совсем других, не в живом источнике. И мудрецы сравнивают такого человека с тем, кто стоит в реке и кричит на эти воды. Ну и самое главное, нужно помнить, с чего начинается порабощение пустыни. Нельзя бояться пустыни, она никакая не великая. Никакая она не великая. Это все кажущееся. Написано у каждого из нас. Здесь огромные силы, особые силы, которые Всевышний поставил именно нам. И мы, с одной стороны, можем использовать их для совершения каких-то хороших, добрых дел, чтобы продвигаться по пути духовности. А можем использовать для совершения глупых поступков. Но написали самое главное. Если обманывать кого-то безнравственно, то обманывать себя просто глупо. И успех в самообмане, вот это, это величайшая ошибка. И одно из проявлений самого блана какой? Откладывание. Когда человек решил, да, все правильно, духовность есть, надо идти. Ну и завтра, понедельник, и потом. Это написано, что откладывание величайшее из всех опасностей. Если человек решил что-то сделать, по крайней мере, он знает, где находится. А если он отрицает, он не будет делать, говорит, сделаю позже, обманывает себя. Вот почему откладывание из худших качеств. И очевидно, что откладывание, то, что должен человек сделать, симха радость, которая проникает сверху, она идет к человеку, который все отложил. Ну, наверное, завершая наш вопрос, надо сказать, почему, вот, зачем мы все это учим, для чего нам это надо? Нам нужно двигаться. Рэб сказал очень интересную вещь. Борьба со злом, когда это необходимо, это, конечно, благородное дело. Но не в этом цель нашей жизни. Это принести немножко больше света. Один урок, одно выученное слово Торы, одно доброе дело, одно пожертвование. Вот ты уже совершенно в другой статусе находишься. Шаббат шалом, сейчас шаббаты утешения. Хватит уже переживать и плакать. Сейчас все будет хорошо, и никто нам ничего не сделает. Бог, он один, нет никого, кроме Бога одного. Если с тобой Бог, какая разница тебе, кто против тебя? Шаббат шалом, всего самого лучшего.